Высокопоставленный гость прибыла в Монголию вчера, а сегодня официальное начало визита. На площади Сухбатера с почетным караулом президента Финляндии Талия Халанен и ее супруга Пентия Араяви встречали президент Албекдорф с супругой Балармой. Почетные гости возложили цветы к памятнику Чингисхана. Почетные гости О инвестициях было подписано в 2001 году. Визит 2011 направлен уже на будущее развитие двух государств. Финляндия является страной, способной показать пример для многих. Финляндии сумели в полной мере решить вопросы прав человека, свободы и социальной защищенности граждан. Монголия стремится стать такой же развитой страной, со справедливыми законами, уважающей права человека. Мы хотим, чтобы у наших жителей повысился уровень жизни и исчезла бедность. В прошлом году на переговорах о развитии сотрудничества Финляндии и Монголии была достигнута договоренность о создании завода по выпуску сплава меди. Расчетная мощность будущего предприятия – выпуск 2 миллионов тонн меди в год и обработка 25 тонн чистого золота в год. На строительство завода потребуется инвестиция в размере 1 миллиарда долларов. Судя по проведенным переговорам, сегодня соглашение превращается в конкретный договор. Еще из результатов встречи двух президентов можно назвать следующее. Заметно улучшились отношения в отрасли обороны, появились планы совместных проектов и обучающих семинаров, а также начались работы по созданию совместных предприятий в лесной, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Монголия сегодня возглавила движение демократических стран. Мы уже 20 лет создаем и будем дальше создавать новую общественную структуру, направленную на защиту прав человека и справедливости. Знаем, что делать это нелегко, но уже многое умеем и теперь готовы поделиться накопленным опытом с другими. Для создания некоррупционного государства будем сотрудничать с Финляндией. Внешняя политика Монголии сегодня заметно направлена на расширение сотрудничества со странами Северной Европы, в особенности с Финляндией. Господин Элбек Дорж предложил Тари Халанен поддержать его инициативу в создании демократической группы, состоящей из руководителей государств. Госпожа Халанен согласилась с этой идеей и отметила, что агитация от глав государств может привлечь внимание мировой общественности и поддержать демократическое направление. То, что Монголия возглавляет Объединенное общество демократических стран, является большой ответственностью. Этот исторический долг свидетельствует, что ваша страна является примером демократии для подражания не только в странах Азии, но и во всем мире. Я поздравляю Монголию с ее успехами в экономическом развитии, укреплении прав человека и достигнутыми результатами в снижении отрицательных последствий климатических изменений. Деловая встреча президента Финляндии продолжилась с беседой с премьер-министром Батболдом. Обсуждение коснулось таких тем, как сотрудничество в лесной и целлюлозной промышленности, в сельском хозяйстве, программах технической помощи и обучении школьников и студентов. Тумара Чир Ангадбат Аист Монголия Субтитры создавал DimaTorzok